У ромов никогда не было своей собственной страны. Сотни лет назад они мигрировали из Индии и распространились по всей Европе. Самые ранние письменные источники об этой этнической группе на румынской территории датируются 1385 годом. Кочевой образ жизни помогал им легко адаптироваться в любой ситуации и очень быстро учить местный язык. Пришла ночь и многих, не только нас, погрузили в телеги. Мы взяли с собой кто что смог. Старшие братья взяли покрывало и мешок с курами. У нас были коровы, лошади, птицы, как это водилось раньше в хозяйстве. И когда нас увезли, дома остались, земли остались, лошади остались. А мы взяли с собой только душу. Мучения ромов из Бессарабии, Северной Буковины и всей Румынии начались после того, как страна вступила в войну против Советского Союза на стороне Германии. Летом 1941 года союзник Гитлера, маршал Ион Антонеску, преследовал лишь один цель – освободить Бессарабию и Северную Буковину от советской оккупации. Позже Бессарабия и Приднестровье становятся частью Румынии. Эти территории используются для изгнания еврейского и цыганского народов. Антонеску проводил жесткую политику этнической чистки против евреев и ромов. Более 300 тысячи евреев были депортированы и убиты в Приднестровье. В ссылку попали почти 25 тысячи ромов, из которых выжила только половина. Холокост – неизвестная страница в истории, часть более обширного явления. Речь идет о забытом Холокосте или, что еще хуже, об отрицаемом Холокосте. В социалистические времена в Советском Союзе о чем-то говорилось, что-то скрывалось. Некоторые моменты перевернули в контексте оценки этого геноцида против человечества, явление которому подвергались тысячи, сотни тысяч, а местами и миллионы людей, пострадавших от этого процесса. Это явление, которое затронуло ряд этнических, социальных и религиозных категорий. Холокост определяется как расовое этническое гонение. Фактически геноцид, согласно справочнику, предоставленному ООН. А следовательно, является трагедией для всего человечества. Этот феномен распространяется на области, входящие в сферу влияния, в сферу деятельности нацистской Германии и ее союзников. С установлением военной диктатуры в Румынии 4 сентября 1940 года ужесточились меры в отношении ромов. Доказательством тому служат стенограммы заседания Совета министров. В феврале 1941 года маршал Ион Антонеску запросил депортацию цыган на незаселенные земли в Дунайском регионе. Там они должны были зарабатывать на жизнь рыболовством. Мы создадим 3-4 деревни, по 5-6 тысяч семей в каждой, и поставим охрану, чтобы они не могли уйти. Будучи не в курсе специфики кочевой жизни ромов, его идея была послать их в Берган, такой регион в Румынии, где они бы ловили рыбу и продавали ее для поддержания своего существования. Но ромы не были рыболовами, они не могли жить за счет рыболовства. Потом он передумал, поскольку после начала войны и перехода через реки Пруд и Днестр, правительство Антонеску получило огромные территории до реки Буг, получившие название Приднестровье. Антонеску решил, что эти заброшенные земли лучше всего подходят для заселения ромами, полагая, что те будут обрабатывать землю и станут фермерами. Судьба бессарабских ромов была определена приказом, изданным председателем Совета Министров в Бухаресте. Губернатор Приднестровья Георгий Алексиану был вынужден исполнить приказ. Чтобы избежать заторов, Генеральная инспекция Кишиневской жандармерии организовала изгнание людей в три этапа. Первыми в списке числились кочевые ромы, которые были депортированы из Бессарабии вперед с 16 по 23 августа 1942 года. Вторая волна прошла в конце августа, и последний конвой достиг Приднестровья 6 сентября того же года. Жандармы приходили неожиданно. Василиса Прейда хлопотала по хозяйству, когда они переступили порог ее дома. Все? Постирала? Вылети воду из таза? Нет, иди и поставь его на скамейку возле забора. Пойду вытрушу половик. Да, вытруси, только не здесь. Обуйся, почему не обуваешься? Ничего страшного. Василиса Прейда родилась в деревне Капрешты, Флорежского района, в 1942 году. Она была депортирована на БУК, когда ей было 17 лет. Убежала, когда исполнилось 20. И теперь ее глаза смотрят вдаль, в незабываемое путешествие в изгнании. Из Флорешт мы побежали в лес, но нас поймали. Всех собрали до кучи, 80 семей. Нас много было. Собрали и увезли в Западную. А оттуда через 3-4 дня повезли на БУК. Зине Прейда 76 лет. Родилась в городе Сороке. Была депортирована в Доманевский лагерь в возрасте 7 лет. Нас деревенских поймали в каком-то селе. Уже не помню. На равнине там было около 6 таборов. Они пришли с бичами, приказали забраться в телеги. Туда нас запихнули вместе с теми ромами из Румынии. И увезли. После депортации ромов-кочевников, котельщиков и ложечников пришел черед и двух тысяч оседлых ромов, у которых не было ни работы, ни средств к существованию. Политика очистки нации не пощадила даже тех, кто имел дома и был интегрирован в общество. Сыльные ромы могли взять с собой только один чемодан и немного одежды. Юана Матраки, 75 лет. Родилась в селе Маничи, из Паренского района. Мать восьмерых детей была депортирована в восьмилетнем возрасте. Мы ходили с табором по холмам, по лесам, работали в попутных деревнях. Кто в кузнице, кто сапожником. Каждый занимался тем, что знал и умел. У нас был дом, корова была. Лошади были и выслали нас, как кулаков. Поводом для депортации по приказу маршала Антонеску послужили кражи и мошенничества, совершаемые ромами. Зоя Стоян, 77 лет. Родилась в селе Скулены, Унгенского района. Была депортирована вместе с семьей из города Яссы. На краю деревни был пустырь. Там мы разбили табор и поставили телеги. Мы ходили с мамой воровать кур. Она просила, обманывала, гадала и приносила еду детям. Потому что тогда было не так, как сейчас. В городах у ромов было много денег. Дай бог, чтобы сейчас так. Все этнические группы, проживающие в Румынии и Бессарабии, были изучены в рамках переписи населения в 1941 году. Ион Антонеску приказал идентифицировать всех ромов, фигурирующих в списке депортированных. Ромы не знали, что представленная цензором информация будет использоваться против них для дальнейшей высылки из страны. Тогда Министерство внутренних дел получило списки более 2,5 тысяч бессарабских ромов, из которых 800 были детьми. Переписи хватило и тех, кто были кочевниками, и тех, кто сидел в тюрьме. Эти две группы ромов были депортированы. Не всех депортировали на БУК. Остальные, которые были при дворе, обрабатывали землю, остались на месте, слились с гражданским населением, выполняли сельскохозяйственные работы. Антон Чинь, 74 года, родился в селе Петрешты, родом из семьи ромов-кузнецов. Был депортирован еще ребенком. Нас забрали из Петрешты, где было известно, что есть ромы. Звонили почтмейстеру. Тогда был почтмейстер. Румыны, которые звонили и говорили, что там-то и там-то живут ромы. И немцы приезжали и забирали нас. Их специфические занятия были связаны с аграрной экономикой Молдовы. Большинство из них были кузнецами. Изготавливали сельскохозяйственные орудия для молдавских крестьян. Некоторые из них были ложечниками, то есть занимались деревообработкой. Делали посуду, деревянные сосуды. Чем больше у них было занятий, тем богаче был табор. Таким образом, некоторые ходили с медведем. Прежде не было цирков, телевидения, театров. Когда ромы с медведем приезжали в деревню, это был настоящий праздник для села. Еще в 9 лет Константина Плешку из города Сороки забрали из табора вместе с родителями. В деревне Касауцы, когда конвой достиг Днестра, его подняли на борт и доставили в лагерь города Ямполь, который сейчас относится к Винницкой области Украины. Тогда он еще не знал, куда несут его речные волны. Константин Плешку, 81 год. Родился в городе Сороки, родом из семьи Ромов-Кузнецов. Прожил два года в нацистских лагерях. Нас отвезли на наших телегах, потом приказали слезть. Днестр перешли пешком возле Касауц. Тогда был мост и дальше. Еще сотни Ромов под конвоем были доставлены в Кишинек. В документах по мониторингу депортированных Ромов Генеральная инспекция жандармерии насчитала 20 вагонов полных людьми, которые отправлялись из Кишинева, Бельц и Кагула. В письме, направленном Генеральным инспектором жандармерии Бухареста кишиневским органам власти, упоминаются точки пересечения Ромами Бессарабии. Губернатор Приднестровья организовал местные гетто для Ромов на территории между Днестром и Бугом. Генеральная инспекция жандармерии Бухарест. Ромы-кочевники, собранные инспекцией жандармерии в Кишиневе, будут постепенно переведены в компетенцию Приднестровской инспекции через точки Тегина, Криуляны и Касауцы. Все ромы будут размещены в местах, специально отведенных для них правительством Приднестровья. Большинство ромов из Бессарабии были расселены в черте деревень на берегу реки Буг. В Андротевке, Ковалевке, Верюшино и Березовской области, в Опнярке, Ковалевке, Винницкой области, Тридубах и Серова, в Кировозворской области, Катеринке, в Голдской области, Доманевке и других поселениях. Женщин, стариков и детей вывозили по степям в жару и холод, без воды и пищи. Они были изгнаны на большие расстояния в составах по одной тысяче человек. Горы трупов оставались по дороге. Ромам предстояло выживать в других гетто вместе с евреями. В Тульчине, Каменном карьере, Ямполе, Жмеринке, Могилеве, Шаргороде, Ладыжине, Зигибке, Врадиевке, Кораннике, Александровке, Мановке, Богдановке, Войтовке и Сутановке. В свои 92 года Анна Богдан вспоминает в деталях маршрут, по которому прошла. Ее посадили в поезд вместе с 65 семьями. Анна Богдан родилась в 1919 году. Два года прожила в приднестровских лагерях. Вернулась домой в возрасте 25 лет. Мать восьмерых детей. Когда мы приехали в Кишинев, нас погрузили в поезд. И мы поехали. Нас погрузили в поезд в Кишиневе и повезли в Григориополь, а оттуда в Варваровку. Там мы пробыли два дня. Из Варваровки нас повезли в, не помню, в Ковалевку. Мы пробыли немного в Ковалевке, а потом нас повезли в Зеленые Ханны. Популяция баштинаши, которые остались там, остались только в Батрине. Оставшиеся местные жители были пожилыми людьми. Осталось очень мало квалифицированной рабочей силы. Все либо уехали на войну, либо эвакуировались. Дома пустовали. Прибыв на место, ромы даже не имели денег. Не могли содержать себя. Не было у кого покупать продукты, одежду. В первую зиму многие ромы погибли от того, что им нечем было разводить огонь. Они срубили все деревья, разбивали окна и двери, снимали полы, только чтобы согреться. Условия проживания депортированных описаны в информационных записках префектуры Очакова, адресованной губернатору Приднестровья Георгий Алексиану. Фотографии из Одесского областного государственного архива свидетельствуют об экстремальных условиях жизни ромов в то время. Мы полностью эвакуировали сотни жителей и расселили их в окрестных селах и у родственников. В первые недели ромы использовали сорняки и солому для отопления и приготовления пищи. Затем они начали не только срубать деревья, но и разбирать дворовые постройки, даже бревна домов, в которых жили. Сегодня эти села – настоящие руины. Остались лишь стены, а ромы собрались в небольшой части уцелевших домов. Исследователь Игорь Никульча изучил и другие документы из Одесского и Николаевских архивов, свидетельствующие о том, что местные власти не предоставляли ромам пищу и дома. В качестве причины было указано отсутствие на это средств. Местные румынские оккупационные власти в отсутствие координации действий между центральными и местными органами власти в Приднестровье иногда не знали, чем занимаются одни или другие. На центральном уровне принималось одно решение, а на местном уровне они интерпретировались иначе. Иногда, конечно, в большей степени все зависело и от главы местного администрационного совета. Если тот был более гуманным, то мог создать ромам условия для жизни. Если нет, то их могли и расстрелять. Нас забрали, потому что мы были богатыми. Нас увезли в Приднестровье, избивали нас, убивали, совсем не давали нам еды. Мы жили на холмах, в конюшнях. Не только нас забрали, а еще тысячи других ромов. Были подготовлены чертежи бараков для ромов. Были выделены деньги на разработку этих чертежей. Но в итоге бараки так и не были построены, так как в конце 1943 года было принято решение вернуть ромов в страну. Местные власти, будучи не в состоянии создать ромам условия для жизни, просили уездные власти перевезти их в другое место. В переписке из Очакова говорилось, для расселения цыган в бараках и уездах нет лесоматериала из-за отсутствия лесов. Привозить этот материал из других уездов на телегах или на поезде очень сложно. По этим причинам, любезная просьба утвердить вызов цыган из Очакова в уезды, где есть леса и где они смогут найти дерево на строительство бараков. Был сделан лагерь из проволоки. И нас закрыли там. У кого еще было что-нибудь на продажу, те продавали. Браслеты, серьги. У кого не было, те сидели за проволокой и умирали. Сколько поумирало тогда? Кто вел себя хорошо, работал, его отпускали. А остальные оставались. Все уходили и продавали что-нибудь. Покупали хлеб, еду детям. Вечером возвращались в лагерь. На стене местного гетто в городе Доманевка висит табличка в память о 18 тысячах уничтоженных евреев. О ромах, которые были заперты в этих стенах, не упоминается. На месте, где 70 лет назад евреи и ромы умирали от голода, сегодня продаются продукты питания. А рядом строится новый магазин. Зина Преда была депортирована в Доманевку и в подробностях рассказывает о тех невыносимых условиях проживания. Женщины были вынуждены рожать без медицинской помощи. Моя мать родила там. И мой отец взял полотенце и грязными руками принял ребенка. Перерезал пуповину. Тряпок тогда не было. Ничего не было. Мать оторвала кусок юбки и завернула в него ребенка. Негде было его выкупать. Отец взял лопату, сделал ямку, положил в нее солому, кусок тряпки и ребенка искупали. Мать завернула его, приложила к груди. И вот он живет. Многих ромов расстреляли, а другие не выжили в ужасных условиях лагерей. На лице Константина Плешки отпечаталась драма его детства, когда он остался один на свете. Две пули поразили насмерть его родителей. Ничто не могло их спасти. Русские стояли у забора. Папа пошел к ним, чтобы купить еды для нас, детей. Почему пошел туда? Паф! И выстрелили в него. Мама ходила гадать, как это водилось тогда. Они ее пристрелили. Константин Плешка много раз рассказывал сыну о своем детстве, проведенном в Приднестровье. С тех пор прошло 70 лет. Субтитры сделал DimaTorzok В лагерь унес жизни их самых близких людей. Разъединил семьи. Екатерина потеряла мужа в Приднестровье. Сначала они убили евреев из чучулем. Всех убили. Мужа моего убили. Сына недавно отравили в Москве. И с тех пор у меня никого не осталось. С моей заловкой спали 10 немцев. Иоанна ее звали. Они издевались над нами. Анна Богдан потеряла в Приднестровских лагерях двоих детей. Их бросили в общую яму и сожгли вместе с другими сотнями людей. Они укладывали мертвых на телеге и отвозили к большой яме. Переворачивали телегу и тела падали в яму. Они брали ведро с керосином. Лили сверху, как в колодец. Вытаскивали спички. Поджигали. Все горело. В условиях голода ромы вынуждены были прибегать к крайним мерам. Они воровали у украинского населения, чтобы прокормиться. Они даже ночами воровать ходили. Они хотели есть, а голодный человек хуже зверя. В деревнях назначали охранников из числа местных жителей. Наши мужчины дежурили. Сегодня один, завтра другой. Но они были хитрее наших, прокрадывались. Они не заходили в дом за ценными вещами. Больше в курятник. Брали пару куриц и все. А что есть, если ничего не было? Сколько могли, воровали у людей. Люди давали нам еду через забор. Если замечали, то все, стреляли. В сообщении префектуры Ланду Березовской говорилось, что в связи с эпидемией ТИФа количество ромов здесь сократилось с 7,5 тысяч до 2 тысяч. У людей не было одежды. Они были полны вшей. Разводили огонь высотой с дерева. Снимали одежду и трусили ее над этим жаром. Вши падали и лопались в огне. В конце 1942 года, губернатор Приднестровья Георгий Алексиану распорядился разместить ромов группами по 100 человек в украинских селах. Некоторые из них были размещены в бараках, другие в домах местных жителей. Местные жители были эвакуированы к родственникам в другие села. В Приднестровье, куда они были отправлены согласно документам, были созданы гетто и лагеря. Но ситуации ромов немного отличались от ситуации евреев. На самом деле они были размещены в украинских или молдавско-украинских селах. Там власти столкнулись с другой проблемой – с неспособностью удержать ромов. Многие из них бежали, их ловили и возвращали. Другая сторона этого негативного явления состояла в конфликтных отношениях с местными жителями, поскольку приезд ромов был в ущерб местному украинскому населению. В селе Ивановка Николаевской области жили 500 ромов, депортированных из Бессарабии и Румынии. Местные жители любили торговаться с ними при покупке чего-либо. Надежде Махняк было 17 лет, когда мать купила ей несколько вещей, сделанных ромами. Она показала нам место, где жили ссыльные. Это луг, где сегодня жители пасут свой скот. Они просили еды на своем языке, а взамен давали то, что у них было. Кто расческу, кто тарелку, кто кольца, изготовленные из монет – белых или красных. Они жили в стоиле для животных. Нас разделяла дорога. Мы были с одной стороны, а они с другой. Румыны следили, чтобы мы не приближались друг к другу. Если надо было, мы через них обменивались вещами и расходились. Кольца были в особом спросе, когда парни женились, а девушки собирались выходить замуж. Они заказывали себе кольца еще и с выгравированными именами. Я даже не знаю, как они это делали. Заказывали им кольца, чтобы не делали. Чтобы им не делали, в середине напечатывали. И они делали. А чем они вырубляли, так их не знают. Кузнецы говорят, что выжили чудом. Благодаря изготовлению сельскохозяйственных инструментов, которые мастерили сами. САПы, например, пользовались большим спросом. Мы жили, чем могли, то и ели, работали. Если долго оставались на одном месте, устанавливали кузницу и работали. У нас имелись листы, молотки. И так мы работали. Люди приходили, русские и украинцы. На что меняли, то и ели. Делали САПы и обменивались с русскими. Все-таки у бессарабских ромов была своя специфика по сравнению с румынскими. Знание русского языка помогало им общаться с местными жителями. Однако все они жили вместе. Никакого различия не проводилось между румынскими ромами и бессарабскими ромами. Украинцы до сих пор помнят, чем занимались ромы и какими искусными мастерами они были. Анатолий Тесовский знает, где находится мастерская, где работали ромы-кузнецы. Была одна семья специалистов, которые обосновались в заброшенном почтовом отделении. Они были молдаванами, говорили по-молдавски. И жили там до самого освобождения. Чем они занимались? Из Акации делали уголь, делали нам вилки, сапы, одно, другое. Так и жили. Кажется, они были родом из рыбницы. В Захаровке тоже поселились несколько семей ромов. Они жили табором, а местные их подкармливали. Были и ромы, которые зарабатывали на жизнь гаданием. Зина Пряда научилась предсказывать будущее у своей матери. Сегодня ее карты Таро пользуются большим спросом. Не всем ромам удалось интегрироваться в общество. Местные предприниматели предпочитали нанимать украинцев. Таким образом, ромам приходилось быть более изобретательными. Некоторые ромы поизобретательнее вышли из положения, начав мастерить гребни. Так называемые гребенщики. Тысячи ромов практиковали это занятие и получали хорошие доходы, которые помогали им выжить. Но и времена были тогда тяжелые. В тот период в регионе была зарегистрирована эпидемия ТИФа, требующая определенных мер гигиены. А костяной гребешок – один из гигиенических инструментов, который помогал избавляться от вшей. Самые умилые солдаты помогали жандармам. Анну выбрали, чтобы готовить немецким и румынским солдатам в Ковалевском гетто. Глава местной жандармерии доверил ей импровизированную кухню. Меня взял большой начальник и сказал приготовить еду солдатам. Когда он пришел, посмотрел и спросил у управляющего. Тот сказал, что она, мол, работает чистоплотная. Он сначала взял половник и помешал борщ. Посмотреть, какой он. Потом попросил налить ему тарелку для пробы. Посмотрел на меня и сказал, молодец. Сказал мне, что я останусь готовить. Получу продукты. У меня будет и мука, и мясо, и рис. И по сей день, когда Анна готовит, она думает о двоих своих детях, которые погибли в Приднестровье. Даже если гривей и лает на ворота, калитка не открывается. Ее выпустили благодаря письму, полученному от родителей из села Чучулены. Многие ромы были возмущены тем, что были депортированы семьи, не фигурирующие в списках составленных властями. Более двух тысяч ромов, оставшихся в стране, требовали репатриации родственников. Румынские власти утвердили только 500 заявлений. Они сказали, что я хорошая и послушная девушка, и подписали бумагу, которая разрешила мне вернуться домой. Я оставалась там еще несколько недель, а потом меня освободили, и я вернулась домой. Я прошла через мучения и голод. Не дай бог никому такого. Ромы погибали от голода, холода и болезней. С другой стороны, в отличие от евреев, их не подвергали массовому уничтожению, расстрелу. Существуют общие списки ромов и евреев, согласно которым и те, и другие использовались на тех же сельскохозяйственных работах, или в промышленных мастерских, в ремеслах. И у одних, и у других была та же судьба – быть уничтоженными при помощи различных методов. Инфекции, которые не лечились вовремя, сыпной ТИФ, уносили жизни и ромов, и евреев. Плакали, дорогой мой, плакали и ромы, и евреи, и воссоединились они. Нас убивали, выгоняли. Немецкий пост был вот таким большим. Они приводили туда коров, свиней, приносили пищу, но только для себя. Нам еды не давали. Жилищные условия ромов все-таки были намного лучше, чем у евреев. Так что последние скрывались в гетто ромов. Сколько евреев спрятала мама. Пусть земля ей будет пухом. Столько евреев она уберегла от смерти. Чтобы их не застрелили, их сильнее мучили. Мы были все как братья. Их расстреливали еще больше, чем ромов. Когда они прятались у нас, их ловили и расстреливали. Спрашивали, почему крыл, мы не понимали их языка. Паф, и застрелили. Мы разводили руками, мол, не знаем. Сами спрятались. В те тяжелые времена жандармы просили ромов убирать трупы тысяч евреев. Александр Назаров знает из рассказов стариков о тогдашних злодеяниях. Он показал нам и место, где были расстреляны евреи. Приносили им еду. Немцы им не давали. Бросали через окно. Их гнали дальше. А кто не мог идти, того расстреливали. Я не знаю точно, как это было. Я знаю, что где-то здесь их бросили в яму. Но как много людей было, не знаю. Это надо спросить у старших. Может, кто помнит, так расскажут вам. Старших пытаться, может, кто помнит. Это я вам расскажу. Трактором делали очень глубокую яму. И скидывали их туда еще живыми. Приносили землю лопатами. И когда они дышали, земля подымалась. И забрасывали их землей. Это была очень большая яма. Их там было, наверное, тысяча или две. Кричали на ромов. Иди, закопай его, чтобы не вонял. И что оставалось рому делать? Делал небольшую яму и закапывал его там. И не дай бог кому-нибудь это узнать. Ты спрашиваешь, а у меня сердце колотится. Не надо никому это знать. Ни детям, никому. У самой пятеры детей. В доманевке бездыханные тела евреев захоронены на огороженном и ухоженном кладбище. Немногие уже помнят трагедию этих людей. На сегодняшний день из тех ста ферм и конюшен для скота, где содержались депортированные, остались лишь руины. Фундаменты зданий продолжают быть живым свидетельством бойни. Две разные этнические группы, евреи и цыгане, жили в периметре этих стен. Несмотря на то, что их содержали раздельно, у них была возможность провести несколько недель вместе в Дубинском гетто. Их встреча была радостной. Шабс Ройф, еврей, родился в 1929 году. Ему было 12 лет, когда его депортировали из села Дуруитуаря-Веке. Они были хорошими людьми, трудолюбивыми. Они нас спрашивали иногда, и мы им рассказывали, откуда мы. Было интересно, и нам было интересно. А вы откуда будете? Таким образом мы и сблизились. Когда работали плечом к плечу, ромам было чему поучиться у евреев, особенно как обрабатывать землю. Ромов, которые с нами там работали, в один прекрасный день мы больше не увидели. Возможно, они уехали. Они поработали немного на земле, но они не очень умели полоть и тому подобное. Но работали, что им оставалось делать? У них могли быть неприятности. Двое или трое работали в кузнице и делали то, что им заказывали для хозяйства. Был там роман один, порядочный, кормил нас. Те, кто пережил суровые испытания, считают себя везучими. Нас запихнули в подвал, большой, как отсюда до рогатки. Он был наполовину заполнен водой. Нас загнали в тот подвал с водой. Солдат взял гранату и хотел бросить ее в подвал. Пришел другой немец, и они начали ссориться на своем языке. Ты хочешь их убить? Война идет. Утром пришли русские. Здравствуй, папаша. Дай курить, дай табак. И мы избавились от немцев. Потом мы вернулись в свои хибары. Дай курить, дай курить, дай табак. Санскопады немцы. Сейчас у нас есть раз, и мы будем кормить. Жизнь многих евреев и ромов была спасена королевой Румынии Еленой, матерью короля Михая. В памяти людей она осталась мудрой и великодушной. Ей удалось повлиять на Иуна Антонеску, чтобы тот остановил депортацию. На мемориале Холокоста Ядвашем в Иерусалиме королеве Елене присвоено звание «Праведник народов мира». Она послала в Приднестровье несколько поездов с продовольствием и одеждой для ссыльных. В начале 1944 года королева Елена была той, кто помог Румам вернуться на родину. Мы пробыли в лагере три года. Затем они приказали расстрелять нас. Об этом узнала королева Елена, которая тогда была королевой Румынии. Сразу же прилетела на самолете и разбросала плакаты. Нас всех уже собрали вместе с детьми на расстрел. После того, как появились плакаты, в нас не стреляли. Оставили жить. С одной стороны были евреи, их расстреляли, а ромов нет. Только половина депортированных ромов вернулась на родину. Остальные 11 тысяч были расстреляны или умерли от голода. Оставшиеся в живых вернулись на родину весной 1944 года, после вывода румынской армии из Приднестровья. Зоя Стоян вернулась в Бессарабию с родителями и детьми. Она верит, что в тяжелые моменты ее спасла вера в Бога. И сегодня она молится за тех, кто ее преследовал. Мать и отец вернулись. Оба были больны. Мой отец заболел воспалением легких, от холода и от омерзения. По возвращению из лагеря моя мама прожила еще два года и умерла. Умерла молодой от горя и страдания. Нас осталось девять детей. Кто хотел из родственников, взял нас. Один одного, другой другого. Учи наш, и же и си на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли. Хлеб наш насочный, даж нам днесь. И оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Русские пришли. Здравствуй, Ром. Папа и мама бросились им на шею. Вот немцы, нет больше немцев. Давай домой. Солдаты давали нам хлеба, консервы. Такие были хорошие солдаты. Немцев гнали, брали с собой детей на телеге и подвозили их. Куда вам? В деревню. Давай в деревню. Анатолий Тесовский помнит почти все конвои ромов и евреев, которые прошли через его село Ивановка. В нескольких шагах от его дома находится ферма, в которой жили депортированные. Так спешили, что оставили ребенка в суматохе. Местные жители нашли мальчика, выкормили его и дали ему фамилию Стригулень. Константин Плешко вернулся домой без родителей. В его ситуации были тысячи ромов, которые не хотят вспоминать о ситуациях, которые пережили. Когда он добрался до Днестра, его переполняло счастье. Я неделю шел с Буга сюда. Когда уже дошел до Ямполя, все, считай, добрался. Здесь они начали жить заново. Построили дома, вырастили детей. Нелегко было забыть о прошлом. Больше всего страдали богатые ромы, которые по возвращению не нашли ничего из того, что накопили за жизнь. Мы не знали, что делать, когда вернулись. Везде было пусто. Только у одного брата отца мы нашли деревянное корыто, в котором мама раньше сеяла муку. Она его узнала. Ничего другого мы не нашли. Те, кто избежал смерти, столкнулись с бедностью. Подвергаемые социальной изоляции во все времена, они и сегодня отмечены горькой судьбой кочевников, которым нечего терять и не на кого надеяться. Я вернулась домой одна. Лучше бы я умерла. Поиздевались над народом. Дом отобрали. Что было в доме, тоже забрали. Когда мы вернулись, то уже ничего не нашли. У них было имущество, которое, что самое интересное, когда их забрали, было конфисковано. Их забрали без ничего. И вернулись они опять ни с чем. Если проанализировать существующую политику, то в 1989 году, когда была инициатива выплатить компенсации жертвам Холокоста, ромов не включили. Во-первых, должна существовать ответственность перед прошлым. Мы не должны позволить подобной ситуации повториться. В последнем письме, адресованном румынскому народу, Ион Антоняску признается в депортации и жестоком обращении с ромами и евреями в приднестровских лагерях. Вот как Антонеску оправдывает депортации. Совершались грабежи и убийства. Общественное мнение требовало стать на его сторону, потому что ромы пробирались ночью в дома и совершали грабежи. После долгого расследования было установлено, что ромы были вооружены боевыми оружиями. Всех этих ромов увезли. Я это сделал. Поскольку губернатору Алексиану требовалась рабочая сила в Приднестровье. Таково было мое решение. Что касается уничтожения через расстрел ромов и евреев, такое решение в основном принималось местными органами власти, на уровне префектуры, но с молчаливого согласия центральных уездных властей. Для некоторых Антонеску был национальным героем, для других – диктатором, для третьих – неудавшимся политиком. Мы не можем рассматривать политику Антонеску лишь с одной точки зрения. Политика Антонеску была противоречивой. Мы не можем его ни винить, ни почитать в этом случае. Его идея была благородной, но не была практичной. С точки зрения государственного и военного лидера во время войны некоторые пытаются оправдать даже те решения, которые привели к человеческим жертвам. Конечно же, решения могли бы быть более рациональными. С точки зрения человечества, такие вещи не могут быть оправданы никаким образом. И решения, которые привели к жертвам, должны оцениваться хладнокровно и рассматриваться как военные преступления. Речи еще требуют опричать, как кремль и разбой. Люди, забывшие прошлое, предрасположены повторить его. Николай Родице, один из правозащитников Республики Молдова, считает, что ромы должны быть оправданы и уважаемы хотя бы за то, что стали жертвами авторитарного режима. К сожалению, еще сохранились в сознании некоторых людей мысли, оправдывающие такие ситуации. Мне хотелось бы, чтобы государство рассматривало некоторые социальные политики. Особенно, когда дело доходит до образования. В учебную программу необходимо ввести те ужасы, совершаемые немцами, чтобы об этом знали и больше не применяли такое. Что сможет сказать молодое поколение своим детям о жизни приговоренных к смерти, о департированных? Например, в моей семье, когда дедушка еще был жив, допростит его бог. Он многое говорил о депортации, так как сам был депортирован в 1942 году, и как они тяжело жили в те времена. Он рассказывал, как расстреливали ромов, как они голодали, как прятались зимой в метель, как было холодно, страшно, как были случаи, когда людей морили заживо. Самое печальное то, что ромы уже не хотят быть ромами, а старики, которые были свидетелями тех происшествий, не хотят вспоминать боль, через которую прошли. Они больше не гордились тем, что они ромы, после того, как были депортированы на БУК и прошли через такие испытания. Чтобы спасти свою семью, они декларировали другую этническую принадлежность. Ни одна статистика сейчас не может доказать, сколько ромов в Румынии и Молдове. Впервые румынское правительство раскрыло данные о депортации в 2004 году. В том году был опубликован доклад Международной комиссии по изучению Холокоста. Учебники истории лишь упоминают о тех событиях. Историк Сергей Мустяце объясняет это следующим образом. На сегодняшний день это очень важный вопрос. Хотим ли мы знать эту правду? В состоянии ли мы принять эту трагическую реальность? Можем ли мы взять на себя ответственность за это трагическое прошлое? Так и историкам, и политикам в случае преследования необходимо взять на себя ответственность. Во-первых, знать об этом и представлять как трагическую страницу в истории, которую следует избегать в дальнейшей политике. Согласно директору Национального центра ромов, около 30 ромов в Молдове получили финансовую помощь из Германии. Эти средства были распределены через международные организации, но не достигли всех тех, кто пострадал. Нам помогали немцы, потому что они знают, через что мы прошли. И есть здесь три рома, которые все взяли и сказали, что мы богатые, и нам не нужна помощь, и нам ничего не дают. Присылали деньги, они все забрали. Разве так делается? Те деньги, которые нам давали, и пища, давали мыло, макароны, немного сахара. Для меня многое значат. Потому что я старая. А они пожалели и сказали, что мы богатые. Если в других странах, например, в Румынии, уже есть законодательство в этом отношении, согласно которому выжившие ромы могут получить некоторую компенсацию, в настоящее время в Молдове ситуация намного хуже. Ромы живут в жутких условиях, не получают никакой социальной помощи от государства, и никто о них не заботится. Тех, кто прошел через испытания депортацией, не сломило горе. Они стали бабушками и дедушками, нежными и всегда готовыми помочь внукам, советам. Этот малый нехороший. Скажешь ему что-нибудь сделать, так он денег просит. Ты у меня еще денег просишь? Смотри, а то снова заберут нас на бук. Ромы должны быть благоразумными. Не воровать, не врать, чтобы также стать большими людьми. Чтобы показать, что и Ромы тоже могут быть министрами, прокурорами, адвокатами. Будущее принадлежит молодежи, которая может интегрироваться в общество и стать примером поведения для других Ромов. Когда я ушел из дома и поехал учиться, я столкнулся с тем, что меня спросили мои этнические принадлежности, и я сказал, что я Ром. Предрассудки все еще очень сильны, и они отрицательные, неположительные. Это заставляет меня бороться с двойной силой, чтобы доказать, что я не такой. Меня беспокоит, что и мой ребенок столкнется с этим явлением в обществе, указав на свою этническую принадлежность. Во время Второй мировой войны евреи и Ромы были массово депортированы и уничтожены в разных странах. В геноциде приняли участие не только немцы и румыны, но и венгры, поляки, австрийцы, французы, греки, хорваты, чехи, русские, украинцы, белорусы и балтийские страны. 40 тысяч ромов были убиты в лагере Ясен-Вац, Хорватия. В живых остались лишь 1% из депортированных ромов. 20 тысяч евреев и ромов были расстреляны в Сербии. 5 тысяч ромов были уничтожены в лагере Хелмно, Польша, и 19 тысяч в лагере Освенцим. 30 тысяч ромов стали жертвами нацистской политики в Австрии и Чехии. 600 ромов были депортированы из Орлеану, Франция. 31 тысяч ромов были депортированы из Венгрии, а 28 тысяч погибли. 4,5 тысяч ромов были убиты в Эстонии, Латвии и Литве. Около 1 тысячи ромов были убиты в Симферополе, Украина. 5 тысяч ромов были убиты в Симферополе, Симферополе, Украина. Симферополе Субтитры создавал DimaTorzok